Давай про Google подробнее поговорим. Кажется, ну не знаю, кажется, все еще фраза «работать в Google» звучит как какой-то максимальный ачивмент в мире IT. Расскажи вообще, как туда попасть, что ты там делала? Я была дважды на стажировке. Первый раз в Германии, в Мюнхене, второй раз в Америке. Первая стажировка была больше про разработку продукта. Моя первая работа в большой компании как стажера. А вторая была тоже про ML. Там уже была история про НЛП, где нужно распознавать разные айтемы, разные части речи в предложении. Попасть несложно. Два технических интервью, олимпиадные задачки. Потом тебе ищут команду, и там уже ты смотришь, кто тебе нравится и кому ты нравишься больше. Сейчас, мне кажется, это еще больше распространено, и очень много студентов ездят на стажировки. Популярная история, хорошая программа. То есть в Google ты идешь не столько в какую-то конкретную команду, ты получаешь условно возможность выбрать то направление, в которое интереснее, да? Да, да. Сначала у тебя общие интервью технически, а после этого есть вот как раз хост матчинг, когда команды выбирают тебя, и потом у тебя много интервью с разными командами, и ты сам выбираешь направление. Ты поехала в Google в Долину? Да, я хотела посмотреть, как работает Долина, как там жить, как там работать, и посмотрела. Ну, расскажи, сейчас много, тоже недавно у Дудя вышло большое интервью про то, что как в Долине все живут. Павел Дуров ругается, что в Долине, наоборот, все не так хорошо, как кажется. Что вообще, как все это устроено? Я согласна с Павлом Дуровым, на самом деле, по большинству пунктов, потому что там очень мало социальной жизни, ты живешь примерно в деревне, в таком, немножко обособленном от большого города мире, где очень много айтишников вокруг, все в основном много работают, и очень чулово, очень спокойно. Это немножко, ну, меня не цепляет. С другой стороны, с точки зрения жизни, американская еда, вот эта вот острая, соленая, я не знаю, тоже мне не очень нравится. С другой стороны, в Долине очень много крутого ресерча. Все топ-команды Гугла, там, DeepMind и так далее, они все находятся там, и это круто. Если хочется заниматься, там, серьезным Data Science в Гугле, то, скорее всего, это туда. А какие задачи у тебя были? Ну, вот у меня была задача распознавания, распознавания айтема в тексте, которая потом, ну, в Google Assistant. То есть, когда человек произносит какую-то речь, нужно матчить там различные там дата, время, части речи, там, химические формулы, все что угодно. То есть, понимать контекстуально, чем именно является Да, да. Чего именно, да. Чтобы потом уже отображать примерно в то, что человек там хочет, например, сказать и так далее. Прикольно. А в чем именно, как бы, твой ресерч был? Ну, то есть, я к тому, что вроде бы есть довольно много алгоритмов, которые сейчас решают это на улучшение или какие-то? Да, это на улучшение. Там уже был готовый алгоритм, но там была проблема с данными, как часто бывает. Было очень мало данных, потому что данные размечают люди, ну, просто люди, которые сидят и размечают. После этого они не всегда это качественно размечают, данных мало, языков много. Если есть большой датасет на английском, но маленький для немецком, нужно на немецком сделать такое же качество, как на английском и так далее. Вот очень много мы работали с датасетом, что-то преобразовывали, потом использовали типа Transfer Learning, когда мы брали готовую нейронку и применяли ее, ну, вот, для других языков. Вот что-то такое, да. Пытались улучшить финальное качество. У тебя, мне кажется, классная возможность сравнить, как устроена индустрия такая топовая между Россией и Америкой. Ты работала в ВК и работаешь в ВК, если я правильно понимаю. Собственно говоря, в Америке, в Гугле. Расскажи, насколько это похоже или есть какие-то принципиальные культурно-профессиональные отличия? Когда я пришла в ВК, это была другая компания, чем сейчас, и тогда я очень удивилась, потому что после Гугла я только пришла из такой полноценной инфраструктуры, поставленных процессов для того, чтобы обучить модельку. У тебя есть и куча ресурсов, где ты можешь это делать, и куча готовых инструментов, которыми ты можешь пользоваться, там, данные положить, вот так и так далее. Ты приходишь в ВК, у тебя нет процессов, у тебя нет документации. Ты такой, документации точно нет. А где она? Ее не было. И было прикольно. С одной стороны, ты удивляешься тому, что в большой компании все еще этого нет. С другой стороны, это дает много свободы и возможности написать какой-то большой продукт самой, там, с нуля, как угодно. Было прикольно. Я, кстати, часто слышал этот поинт, что, когда приезжаешь в большие компании типа Facebook, Google, ты уже вписываешься в очень налаженный pipeline, не только с точки зрения machine learning, но и human resources. Ты просто попадаешь в такую единичку работающих алгоритмов. То есть это так и есть, да? Это так и есть. У тебя уже, начиная от того, что четко прописан стайл гайд и половину, там, ревью делает не человек, а какая-то другая история, ну, типа, автоматически все это. Линтер уже умеет подцеплять тебе и делать комменты, заканчивая тем, что, ну, любой процесс, который тебе нужен, записаться к врачу, ну, или просто, или что-то в машину обучения, ты все можешь погуглить, найти, там, на каждый проект есть документация описанная, и еще и проектная документация, типа, как это должно выглядеть, все можно найти. Да, процесс супер построен. Ты, собственно говоря, у тебя была возможность остаться в Штатах работать? У меня была возможность, и многие стажеры, вот, с которыми я дружила, они проходили там же интервью на full time, и многие сейчас работают в Google. Они уехали в Цурих, большинство, того, ну, да, но я хотела вернуться в Россию. Интересно. Кажется, так, со стороны, не знаю, какой бы вариант выбрал я, но кажется, очень заманчиво поработать в Штатах, так прямо, капитально, несколько лет, почему ты уехала обратно? Заманчиво, да. Мне не очень понравилась Америка, мне сложно там жить, мне хотелось, мне больше нравятся культуры Петербурга и возможности, которые здесь есть. Интересно поработать в компании, но тогда мне хотелось вернуться и поработать в ВК. Плюс у меня была еще магистратура, я училась в магистратуре здесь, ну, и вот тогда я решила вернуться. Но насколько вообще релевантным оказался опыт, который был в Google, к тому, что ты сейчас делаешь? Скорее, с точки зрения работы в команде, разработки продукта, там, не знаю, умение проходить код-ревью, общаться с тем людям было супер релевантно. С точки зрения задач, они сильно отличаются, да, ну, разные абсолютно задачи, но вот такой продуктовый опыт, типа, зарелизить что-то, да, это было очень полезно. Круто-круто. Ну, кстати, в Google, получается, то, что ты делала, это прямо уехала куда-то в продакшн, и сейчас, когда мы пользуемся Google Assistant. Вот про второй проект не знаю, что в итоге получилось, уехала или нет. А про первый проект, это была такая опенсорсная примерно штука, Google делает хромбуки, и на них есть, ну, так, ими можно управлять. Короче, Google продает хромбуки, например, в школы, чтобы там люди их использовали. И была такая идея разрешать студентам, школьникам забирать хромбуки домой. А чтобы это делать, нужно было разграничивать права дома и в школе. И вот мы делали такую штуку, которая как раз в зависимости от времени, там, каких-то настроек меняет эти права. И вот эта штука уехала в прод, и после этого мне даже Team Lead скидывал, ну, всякие там пресс-релизы или что-то такое про эту штуку даже спустя какое-то время. И было прикольно. Прям первый проект, за религию, и вообще классно. Программа. Продолжение следует... Продолжение следует...